Здравствуйте. В эфире программа «О чём говорят». Количество беженцев из Украины в Россию растёт. Срок их пребывания в стране может быть увеличен до года. Во всяком случае, об этом заявил накануне руководитель администрации президента Сергей Иванов. Ежедневно границу пересекают по 10-13 тысяч беженцев. Об этом пишет в своём блоге уполномоченный правом ребёнка в РФ Павел Астахов. Проблема в том, что некоторые приезжают практически безо всего. С одним паспортом и небольшим пакетом вещей. Как им существовать? В Самарской области тоже появились первые беженцы из Украины. И главное, о чём в этой связи говорят. Как и чем им помочь? Мои гости знают ответ на этот вопрос. Павел Покровский и Светлана Полдомасова. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Вы не только шли на общественные палаты, но, что немаловажно, вы как раз ответственны за пункты приёма помощи от населения. Правильно? Вот, Павел Александрович, сколько у нас уже на сегодняшний день... Самарского всё-таки далеко от границы, да? И тем не менее до нас добрались. Сколько мы можем сказать сегодня приехали к нам? Сегодня, на сегодняшний момент приехало, которых мы официально знаем, это 156 человек. Это кто зарегистрировался? Это те, которые зарегистрировались. Количество их, конечно, значительно превышает. И это количество мы постоянно мониторим. То есть мы должны знать, сколько человек на самом деле. И несмотря на то, что Самарская область находится, кажется, территориально далеко от границы России с Украиной, но на самом деле за счёт того, что наш регион индустриально очень развит и развит именно в своей авиационной и космической отрасли, а у нас всегда смежники находились именно на тех территориях Украины, которые сейчас охвачены вот этими боевыми действиями. Да, и поэтому те люди, которые сейчас переходят просто в ужасающих условиях, бросают свои дома и переходят границу, чтобы только хоть как-то спастись от войны и изберечь свои семьи, это люди, которые принципиально работали на предприятиях и являлись смежниками предприятий Самарской области. Поэтому Самарская область принципиально, конечно, ожидает, что к нам поедут люди именно с тех территорий. Их будет больше. Не только с Донбасса, едут повсюду. Мы сказали, что вы ответственные за пункты приёма помощи от населения. Общественная палата открыла три пункта приёма помощи. Я знаю, что их в городе больше, есть ещё и другие. И тем не менее, непосредственно давайте об этих пунктах с этого начнём. Что за пункты, где находятся и кого и что ждёте? В Самаре действительно у нас сейчас три от общественной палаты, но приёмных пунктов значительно больше, потому что и городская администрация в это помогает. Да, около семи, по-моему, там открыла пунктов. Да, у нас три пункта. Это Фрунзо-110, это культурная инициатива, это центральный пункт, часовая 6, это пункт благотворительный фонд «Радость», и это Дом дружбы народов. Совершенно очевидно, почему. Это улица Воронежская. Работают они 5 дней в неделю с 10 до 17. Там совершенно невозможно промахнуться. То есть все знают, что происходит действительно такой серьёзный сбор помощи. То есть если кто-то приехал и что-то привёз, да? Обязательно помогут и примут, и встретят. То есть всё это будет однозначно. Речь идёт в первую очередь о том, что эта одежда именно летнего такого сезонного ношения, это одеяло, то есть постельные принадлежности. Я вас перебью на лето, просто акцентируйте. Где гарантия, что они не останутся на осень, на зиму? Не получится так, что может быть сразу сейчас пусть... Это очень серьёзный вопрос. Возможно, и так можно говорить о том, что действительно одежда любая, любого, так сказать, сезона. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что всё-таки люди, которые сюда заходят на нашу территорию, не заходят на 90 дней по закону. По закону. По закону. И поэтому всё-таки мы к осени должны очень серьёзно определиться. Потому что это одно дело – жить в тёплых условиях, а другое дело – переходить в зимний период, когда дома должны отапливаться. То есть здесь предстоит большая работа. Я понимаю. Я отталкиваюсь от того, что, по-моему, вчера Иванов сказал, что сейчас будут новые постановления, принятые до года, им разрешат оставаться. Понимая, что ситуация неоднозначная. И чтобы мы с вами вместе в августе или в сентябре точно так же у камер не сели и не призывали собирать ещё и зимнюю одежду, может быть. Готовься они летом. Леонид, я согласен полностью. И поэтому мы говорим о одежде. Это детская одежда. Это одежда для взрослых людей. У нас очень большое количество сейчас, к сожалению, приезжает сюда и без канцелярских товаров. То есть они вообще без всего приезжают. 1 сентября, 1 сентября также нужно готовить. И поэтому нужно сейчас им дать кровь и постараться обеспечить безбедную существование на территории региона. Это и продукты. И очень много людей несёт и консервов. И мы очень этому рады. Потому что действительно сейчас нужно помочь им обустроить свой быт. А дальше мы будем стараться их уже трудоустраивать. Сегодня помощь требуется во всём. Во всём. Я обратил внимание, потому что на, если говорить о пунктах помощи, которые городская администрация тоже организовала, где-то там промелькнула такая информация, что просят не приносить вещи, бывшие в употреблении. Это однозначно. Это однозначно. Потому что, ну, давайте прямо скажем, что как ты относишься к людям, так и к тебе будут относиться. А было бы нам приятно, если бы нашим детям, например, давали... Понятно, что это от всей души. Но при этом всё-таки у нас есть возможности каких-то передачи заболеваний. Поэтому по санэпидемнормам при приёме благотворительной помощи, мы вот Светлана Ивановна совершенно компетентно заявляем, принимается только новое, небывшее в употреблении. А если люди хотят принести малоношенное, и понятно, что это от чистого сердца идёт. Дорогие друзья, к сожалению, это не попадает. Потому что мы работаем в рамках закона о благотворительности. О благотворительности. По поводу ещё вещей я хочу сказать, что вот некоторые люди звонят и говорят, мы определили для себя, для своей семьи сумму, допустим, 10 тысяч рублей, и мы хотим конкретно купить какие-то вещи какой-то семье. Ну, такое тоже возможно. Допустим, сейчас требуются лекарства, есть такие люди больные, которым надо какие-то дополнительные лекарственные средства покупать. Ну, для этого нужно обратиться либо по телефонам, значит, нашим телефонам, общественные палаты, Министерство социально-демографического развития. И вот с таким предложением. То есть есть специальная справочная линия, куда можно позвонить, да? Да. Ясно. И по нашим телефонам. Хорошо. Ну, вот эти телефоны вы сейчас видите у себя на экране, так что звоните. Также мы собираем средства. Я хочу обратить внимание, что средства собирает благотворительный фонд «Радость», как бы это было определено уже на уровне правительства Самарской области. Наш расчётный счёт. Он размещен на сайте общественной палаты, на сайте фонда размещен. И существует ещё короткий номер 2420, куда можно отправить СМС со словом «Радость» и суммой платежа. И можно легко помочь любой суммой. Любой суммой. Всяком случае, адресата. Адресата, да, конечно. И я хочу ещё добавить, что вот сейчас появились такие случаи, что люди сидят с табличками «мы беженцы из Крыма», «мы беженцы из Украины». Ну, как бы вот этого не должно быть. И собирают деньги. Вот этого быть не должно. Очень аккуратно к этому надо относиться. Да, очень аккуратно. И факт, что это на самом деле беженцы. Может быть, если это беженцы из Украины, может быть, этим людям надо просто подсказать. Можно взять за руку и отвезти, может быть, в эти же самые пункты приёма. Да, да. А там уже найдут, куда их определить. В службу, значит, в Министерство, да. В службу социальной защиты. В миграционную службу, где специально определены люди, которые быстро, оперативно решат все проблемы. Во всяком случае, нет нужды сидеть на ступеньках, на улице с табличкой. Если сидят, то, скорее всего, мошенники. Понятно. И мне ещё хочется отметить, что у нас действительно и все министерства, и все ведомства, у нас создан специальный штаб при правительстве. И поэтому все вопросы, которые возникают, сейчас связаны именно с теми людьми, которые приезжают на территорию региона, решаются в экстренном режиме очень быстро. А общественная палата задействована исключительно исходя из того, что общественная палата – это орган оперативного реагирования. То есть те средства, которые поступают на расчётный счёт фонда «Радость», могут быть распределены на какие-то чрезвычайные ситуации, которые связаны с этими людьми, с этими категориями граждан, моментально. И причём нужно отметить, что те люди, которые приехали, никто не останется без участия. Если это связано с какими-то случаями неотложной помощи, они тоже пользуются всеми, что и у нас есть у нас, граждан Российской Федерации. Поэтому у нас всё налажено. И очень хочется огромное спасибо сказать тем людям, которые обращаются, казалось бы, с необычными предложениями, но они очень глубокие. Вот Тольяттинская фирма предложила бесплатные переводы документов. При оформлении Федеральной миграционной службы нужны определённые документы, быть переведены и зафиксированы в нотариальной конторе. Правильность перевода. И будет бесплатно переводиться у тех людей, кто обратится. Предлагают, большое количество людей предлагают помощь. Давайте поживём у нас 3-4 месяца. Кто-то, вот одна семья, предложили вообще дом с баней и с участком, подчёркнуто, с большим участком земли. Это, видимо, для того, чтобы можно было что-то посадить и вырастить. Потом большое количество людей обращается, которые предлагают помощь. Вот я только что уехал вот с первого пункта, с культурной инициативы, и был звонок мной принят, что 6 человек требуется на работу в Тольятти. Это достаточно высокая заработная плата, которая будет совершенно чётко прописана по трудовым соглашениям. То есть здесь всё будет очень чётко. И люди предлагают одновременно проживание и питание. А я думаю, для тех людей, которые сейчас сорваны своих насиженных мест, им работа, стабильность. Самое главное ведь это стабильность. Еда, работа и кровь над головой. И когда люди в себя придут душевно, то тут уже мы как бы с ними будем говорить дальше. Потому что это наши люди, которые думают на русском языке. Это наши братья и сёстры, по сути дела. Поэтому мы очень настроены на то, чтобы оказать всю помощь, которой они нуждаются. И вот обращаясь к тем гражданам, которые прибыли на территорию Самарской области, вот хочется дать такой совет, чтобы они не ждали, не тянули, не ждали, когда там нормализуется обстановка. А сразу шли в миграционную службу, вставали на учёт о том, сообщали, что они приехали, и начинали оформлять документы. Даже если они потом вернулись. Не затягивали. Не затягивали. Потому что вот этот срок, 90 дней, которые они имеют право пребывать на территории России по договорённостям соответствующим, он считается с момента прибытия, а не с момента обращения в эту миграционную службу. Они, может быть, думают, что вот мы обратились, и счётчик включился, а он уже давно работает. А он уже давно работает. И вот какие-то новые постановления, что продлить этот срок пребывания до года, они пока не приняты, действуются. Действует вот это законодательство. 90 дней пребывания. 90 дней, да. Это очень важно. Я просто хочу обратить внимание, что в Самарской области будет создан специальный фонд поддержки беженцев из Украины. Максимально быстро нужно снимать формальные барьеры при оформлении документов. Для этой категории граждан об этом губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин заявил. Так что я думаю, конечно, все рычаги власти будут задействованы для того, чтобы оказать всяческую помощь. На совещании было в правительстве. Определили операторам приема средств от населения благотворительные средства. Это фонд «Радость». И специальная комиссия создана, которая будет определять уже направление расходов этих средств. В общем, насколько я понимаю, люди сейчас откликнулись уже, да, люди идут. Вы знаете, мы проводим, как вы знаете, и спасибо огромное нашим гражданам за то, что они всегда очень активно принимают участие в акциях общественной палаты. Мы в прошлом с вами году собирали помощь тем людям, которые пострадали в Преамурье. Это был очень широкий отклик. И в этот раз я хочу подчеркнуть, что люди очень активно откликаются, потому что за день мы получаем почти 40 звонков, там 35 звонков. Это, конечно, говорит о том, что люди очень, очень, я вам больше скажу, даже готовясь вот к этой программе, когда я разговаривал с сотрудниками, с людьми, что вот на эту тему будем говорить, уже у меня спрашивали, а ты спроси, куда нести, кому нести, и что можно приносить. Это говорит о том, что действительно все об этом думают, и люди готовы помогать. Потому что мы все находимся в медийном пространстве, мы очевидно понимаем, что происходит действительно такая серьезная на уровне цивилизации, конечно, конфликт происходит, западная цивилизация и наша русская. И, конечно, мы все принимаем в ней участие и должны достойно себя показать. А когда мы готовы протянуть руку помощи нашим ближним, это, собственно говоря, показатель зрелости души в первую очередь, я говорю сейчас о самарских жителях. И еще раз хочу напомнить наши адреса. Это фрунзе 110А, это культурная инициатива, это часовая 6, это благотворительный фонд «Радость», и улица Воронежская, дом дружбы народов. И там примут... Воронежская 9, я на всякий случай добавлю. Да, там примут, и я хочу подчеркнуть, что когда у вас будут принимать вашу помощь, вас обязательно запишут, потому что мы тоже от общественной палаты потом в обязательном порядке тех людей, которые к нам приходят, мы их поощрим, потому что у нас добрые дела не остаются, так сказать, без ответа. Я думаю, что приносить будут не ради каких-то поощрений, а по уделению души и сердца. Спасибо вам большое. Подсказывает, просто время дошло к концу, но это действительно благое дело. Спасибо. Яна, например, это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова